Всем привет, мой любознательный парикмахер! У меня для вас отличная новость! Все наши видео-уроки станут бесплатными, как этот. Ну, или почти бесплатными. Его ты увидишь через несколько минут. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Юрий Жданов. Я являюсь мастером международного класса, двукратным чемпионом России, призером чемпионата мира по парикмахерскому искусству. В мужской секции. Все мы знаем, что создание видеоконтента требует затрат. Как временных, так и финансовых. Мы пробовали работать с разными системами, начиная от платных видео, заканчивая абсолютно бесплатными. У каждой из этих систем есть плюсы и минусы. Допустим, у платной системы есть плюсы. Это неплохой источник дохода для нас. Но есть большой минус. Это большое количество парикмахеров, которые не могут себе позволить купить эти видео-уроки. Но теперь все изменилось. Мы хотим стать более открытыми и доступными для вас. Внизу нажимай кнопочку «Спонсор» и подписывайся всего за 49 рублей в месяц. Там тебе будет доступен контент, который раньше стоил немаленьких денег. Ребята, если вас будет много, мы будем продолжать работать именно в этом направлении. Итак, если ты начинающий мастер, в профессии находишься абсолютно недавно, твой тариф «Новичок» — 49 рублей в месяц. Тебе будет предостаточно контента, с которым ты сможешь заниматься ежедневно, увеличивая и улучшая свои профессиональные навыки. Ну а если ты в профессии уже давно, ты прожженный парикмахер, твой тариф «Профессионал» — 699 рублей в месяц. Ты получишь доступ к видеоурокам, разборам, закрытым вебинарам. В общем, погнали подписываться и учиться стричь. Ну что, друзья, всем привет! У нас очередной видеоурок. Сегодня у нас в гостях мой друг Саак. Он согласился вообще, спасибо от души, согласился подстричься. У него есть определенная особенность, которая вам всем интересна. Посмотреть, как работает с высоким ростом волос, мы сейчас об этом поговорим и расскажем. По факту голова, ну, достаточно простая. Единственное, здесь два нюанса. Это высокий рост волос, который вы сейчас увидите в течение выпуска, и костная структура, то есть, ну, чуть-чуть разные плоскости виска. Есть такие особенности, они достаточно часто встречаются, поэтому, когда мы начинаем стричь, стричь нужно начинать всегда с самого сложного виска. Там может быть шрамы, костная структура немножечко не симметричная. Это абсолютно нормально, но чтобы выставить объемы плоско, нужно начинать с самого проблемного виска. Затылок у него просто идеальный, он, можно сказать, конкурсный. На нем классно выполнять там сведения на нет, тренироваться конкурсом, чемпионатом, я это, кстати, говорил. Вот, ну и маленькая особенность, это именно структура волоса. Чтобы он не торчал, его нужно минимально работать филировками, то есть, и больше шлифовкой. Но, собственно, об этом тоже поговорим позже. Первое, что мы делаем, находим лобную выемку, от лобной выемки до темного угла. Разделяем. Неважно, что волосы у нас короткие, отделяем это все зажимчиком, чтобы конкретно работать с височным блоком. Первое, работаем над плоскостью. Пожелание усака, то есть, он примерно каждые, ну, условно, 2-3 недели стрижется, и пожелание, чтобы было у нас не сильно коротко, но в то же время аккуратно. Забревать ему нижние зоны мы не забреваем, то есть, стрижка достаточно равномерная. Ну, и задача, опять же, чтобы было достаточно коротко, но чтобы кожи у нас видны особо не было. Первое, работаем с плоскостью, выстраиваем плоскость, убирая весь ненужный материал. Ну, тот, с которым мы уже работать точно не будем. И для некоторых ребят, сейчас именно для хэнкрафт-мастеровски мы разборы устраиваем. Обратите внимание, я не пытаюсь на мокрые волосы сделать сразу максимально чисто и четко. То есть, это просто займет время. Стрижка будет длиться, блин, полтора часа. Потому что мы потратим его сейчас на мокрые, потом будем опять персонализировать. То есть, не нужно тратить время просто так. Отсекли весь ненужный материал, все, двигаемся дальше. Потом высушили, персонализировали, почистили все. По факту, база готова. Дальше работаем с окантовкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова окантовочная линия на виске потом будет на духом за ушной раковины опять же убираем только ненужный материал чистить все это дело будем потом триммером ножницами уже на сухую ухо сильно не оттягивайте чтобы краевая линия так также не уходила то есть буквально просто нажимаю его на него если вот здесь остается несколько волосков просто снимаем их бритвой но опять же подчищать все это будем потом еще видим нюанс вот здесь высокий достаточно рос волос и независимо то что там такая ситуация мы здесь рисуем нашу геометрию эту процедуру шлифовочную можем сделать потом и будем ее делать и потом но просто сейчас вот для создания плоскости лишние волосинки то что торчат убираем буквально движемся по готовой плоскости стригая просто торчащие волоски все плоскость готова движемся дальше соответственно приступая ко второму виску мы за основу берем для создания плоскости первый висок в данном случае мы работали на левом виске перед переходим на правой и просматриваем обязательно когда простригли полностью блок просматриваем обязательно периметр чтобы у нас симметрия появилась правого и левого виска кстати ребята по факту это вот тот самый яркий пример когда помните я бывает на семинарах на мастер-классах рассказывает что человек с одной стороны может там дома сидя на диване взять волосы за висок и сказать ох нифига себе как много волос а с другой стороны допустим раз и не так их много то есть это как раз связано с костной структурой потому что череп не может быть идеально ровно он любом случае с какими-то изъянами шишками там впадинами так далее соответственно если мы работаем с формой с формой из волос то длина на правом и левом виске при каких-то вот особенностях таких она не может быть одинаковой то есть мы по факту может взять с одной стороны у нас будет там сантиметра с другой стороны у нас там будет 0 5 сантиметра вот задача сделать именно длиной волос зрительно идеальную форму головы но в то в в в в в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И после того, когда закончили, отсматриваем полностью периметр. Дальше приступаем к верхней затылочной зоне. Ух ты! Дальше приступаем к верхней затылочной зоне. Дальше приступаем к верхней затылочной зоне. Дальше приступаем к верхней затылочной зоне. Сначала выстраиваем плоскость в затылке. Соответственно, горизонтальным пробором будем все это чистить и растягивать плоскость. Чистим ранее созданную плоскость в верхней затылочной зоне. Сначала, напоминаю, мы ее создавали вертикальными проборами, сейчас горизонтальными чистим. Дальше приступаем к верхней затылочной зоне. Дальше приступаем к верхней затылочной зоне. К ранее построенным височным блокам. Это тоже идет в части технологического процесса. Соответственно, второй висок. После того, как простроили верхнюю затылочную зону, приступаем к нижней затылочной зоне. Сначала убираем весь пушок. Я в данном случае немножечко сохраняю вот здесь пушковый раствор, для того, чтобы растянуть по цвету более мягче. Дальше работаю сначала крупной расческой. Двигаясь до затылочного бугра и прямо выхожу из плоскости. Работаю под одну длину расчески. Здесь расческа двигается строго вертикально полу, без каких-либо смещений. Продолжение следует... Продолжение следует... четвертым действием возвращаемся в центральный блок и прорабатываем еще раз центральный блок дальше подготовили базу нижней затылочной зоне крупной расческой теперь сразу пока мы с крупной расческой стоим сейчас чуть-чуть наклоним голову вперед и повернем также крупной расческой вводим соединение с окантовочной линии в затылочный бугор верхнюю затылочную плоскость и в височную плоскость и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, мы подготовили крупной расческой. Сейчас переходим на более мелкую. И работаем уже вот с этим сектором. Выше не заходим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Берем еще тоньше расческу. Продолжение следует... 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 Именно окантовочная линия... Дальше всю работу вот здесь уже подчищать. Будем на сухую. Сейчас переходим на челку и на темную зону. Продолжение следует... Продолжение следует... Я сразу начал с градуировки, потому что у нас недостаточная длина для того, чтобы делать сначала окантовку, потом градуировку. То есть я сразу понимаю, какая мне здесь нужна окантовочная линия, поэтому сразу начал с градуировки. Чтобы центральную часть немножечко завысить, я сюда вставляю лезвие и буквально делаю такое движение. Как будто определяю пейсики. Ни в коем случае не сбриваю просто эту линию. А именно работаем с такими, как будто пейсики внутри, видите, оставили точки. Дальше сейчас будем их прорабатывать прямым инструментом. Но опять же, не пытайтесь вывести сразу на сухую, на мокрую, максимально нужную вам линию, чистую. Просто определили точку, движемся дальше, всему свое время. Потом увидим, как это будет лежать все на сухую, и на сухую будем чистить и дорабатывать. Все, оставляем пока в том виде, в котором есть. Переходим на темную зону. Переходим на темную зону. Кстати, наверняка есть такие клиенты у вас, которые носят классическую стрижку, но на пальцах вы не можете захватить, не хватает длины. Я сейчас, когда буду чистить темную зону, я буду работать в технике ножницы над расческой по этой же плоскости. Таким образом, вы можете взять это за основу, и, соответственно, если вы на пальцах не можете простричь, у вас просто не хватает длины, то стричь базу ножницы над расческой в той технике, в которой сейчас буду работать. Соответственно, я нашу базу семенной зоны простриг. Сейчас я ее присоединяю к ранее простриженным блокам. Это височный блок. Второй височный блок. Затылочная зона. Но здесь присоединять вряд ли что-то будет. Но, тем не менее, пройтись нужно. И, соответственно, челка. Далее сейчас поработаем с теменной зоной. Именно ножницы над расческой техника. Это как раз тот самый случай, о котором я сейчас ранее говорил. В данном случае я делаю это просто для того, чтобы теменная зона у нас была максимально чистая, максимально точная. Соответственно, точно так же я уже по готовым плоскостям просто прохожусь ножницей над расческой. Здесь челка какая бы у нас ни была, мы ее в любом случае должны замыкать в квадрат. Нигде никаких кусочков висеть у нас не должно. Задача тренеров на курсе Ханкратмастер Йеллоу, на курсе Ханкратмастер Грин. Основная задача, это чтобы вот те плоскости, в которых мы сейчас ходим, вы выполняли максимально правильно технически. Чтобы было смещение корпуса, смещение расчески. Не так как вам кажется, а в действительно нужных нам плоскостях. Ну и последнее. В базе, что нам нужно сделать, это проработать макушку радиальными проборами. Буквально совершенно чуть-чуть прям. Все, можем сушить. Вот, собственно, построение базы, с учетом всех нюансов абсолютно, у нас заняло 35 минут. Ну это вот, скажем, максимальное количество времени для построения базы. Чем длиннее стрижка, тем быстрее мы можем построить базу. Сушим. Сушим. Субтитры сделал DimaTorzok Очень тяжело на самом деле записывать видеоурок, потому что мы обычно кострижемся, мы сильно ржем, а тут нужно быть на серьезе и рассказывать какие-то вещи. Это реально тяжело, хоть что-то сказать, спросить, поржать. В общем, вас пригласим, когда закончим. Придете, вы посмотрите, что у нас получилось. Держи сак. Сейчас вот сюда. Все, пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше мы посушили, задали волосам направление такое, какое сак носит постоянно. Соответственно, дальше персонализируем именно в том направлении, в котором все это дело высушили. Начинаем с чистки окантовочных линий. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok после того когда окантовку подчистили начинаем работать над чисткой плоскости и над соединениями на зеркало если мы смотрим у нас достаточно объемная вот эта часть получается и она прям такая идет массой ее нужно чуть-чуть скруглить и форму почистить кстати ребят если кто-то думает что вот эту историю можно заменить филировочными ножницами то вы глубоко ошибаетесь если если сак не будет против мы но я сделаю это максимально аккуратно потом уже следующий раз вот когда мы будем проводить тесты с филировочными ножницами когда нам пришлю туда 38 пар я простригу ему висок как раз сейчас не очень слышал я простригу ему висок филировочными ножницами и мы посмотрим как это дело отрастает и собственно как начнет это торчать и сравним просто прямой среду и филировочный средства вы офигеете какая разница будет а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, переходим на затылочную зону И челка будет на десерт Сейчас вот такое натяжение Прорабатываем сначала верхний затылочный блок Здесь по факту мы уже не стрижем, мы просто чистим Мы плоскости наши все подстригли на мокрые волосы Здесь задача наша это просто эту плоскость сделать более точной, более плотной И нет задачи здесь именно стричь прям Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, все, височные блоки мы закончили Субтитры сделал DimaTorzok 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 так все мы сейчас искупаемся и покажем вам что у нас получилось ребята что результат который у нас сейчас получился то что мы имеем здесь реально чуть-чуть вот так соответственно достаточно высокий рост волос но зрительно как мы его сейчас не вращаем взъерошиваем получаем достаточно такую классическую с приближенной к идеалу окантовочной линии с хорошими плоскостями с достаточно расширенной окантовочной линии за счет этого мы получаем широкую красивую шею